Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Очень ревностно отношусь к своим вещам. Недавно моя близкая подруга без спроса покопалась в нам комоде. Я не против, не против, но она не спросила, и из-за этого я разозлился, но ничего не смогу сказать. Я пассивный человек, мне легче промолчать. Я понимаю, что это нарушение моих личных границ, но меня больше интересует причина моей реакции на это. Почему я злюсь, когда мои вещи берут без спроса? Почему я злюсь, когда меня устой в моих вещах? Воспользовались лаком для волос, но не закрыли крышкой после. Воспользовались косметикой, но использовали не те кисти для нанесения макияжа. Спасибо за ответ. Смотрите, то, что я скажу, вам, вероятнее всего, будет неприятно. Вот, поэтому постарайтесь отнестись, пожалуйста, к этому максимально адекватно, но нет цели вас обидеть. Первонаперво начну с самого, наверное, тяжелого. То, что здесь у вас есть, как мне кажется, вероятность ОК, то есть навязчивых мыслей. Вот, если это проявляется где-то еще, или если проявляется достаточно сильно в этих, ну, вот, в этих ситуациях, я бы вам настоятельно рекомендовал обратиться к врачу-психиатру, клиническому психологу для, так скажем, проверки вашего здоровья психического. Вот, будет поставлен вам ОКР, не будет вам поставлен ОКР, это уже более точно определит вектор ваших дальнейших действий. Если ОКР будет поставлен, вам назначат лечение медикаментозное в купе с психотерапией, это может быть полезно, может быть, ну, может вам помочь. Далее, реакция на, вот, так скажем, нарушение устоя, как вы говорите, вполне себе понятна тем, что зачастую человек за счет вещей создает в себе чувство стабильности. Вот, чувство определенности и чувство защищенности. И, соответственно, когда эта ситуация, или, точнее, какая-то ситуация, данный, вот, ну, данный, данное чувство разрушает, вот, то, естественно, вы начинаете злиться. Злость здесь можно идентифицировать именно как страх, реакция на страх. Это страх у вас. К моему большому сожалению, вот, то, что вы описываете, есть проявление страха, тревожность, угроза, угроза вашей стабильности, угроза вашей безопасности, так скажем. Вот, здесь есть, вот, что называется, такая, ну, такая проблематика, к сожалению. Вот, а, там, такой, такой момент. Следующий момент, на который я бы обратил внимание, это то, что, если вы, вот, как вы говорите, да, что вы такой пассивный человек, вот, что это означает, что вы, да, достаточно много в себе сдерживаете, то есть, ну, вот, просто, вот, вы, ну, просто сдерживаете себя, да, просто, вот, ну, не позволяйте проявляться, как бы, своим чувством, и, соответственно, поскольку вы себя сдерживаете, то такие, такие ситуации, а вы ведь понимаете, что то, что делается, делается, так скажем, не совсем легально, да, не совсем, скажем так, законно, вот. Вот, и, естественно, я бы сказал, что, естественно, вы получаете, вот, что называется, легальное право, ну, легальное право злиться. Так вы, так вы себе никогда бы не позволили бы, например, допустим, злость. Вот. Так бы вы никогда не позволили себе проявить, скажем так, ну, какие-то вот чувства. А так, а так вы, в принципе, получаете вполне себе, вполне себе легальную возможность злиться и проявлять чувства, которые вам, ну, вот, обычно запрещены. К, ну, к сожалению. Вот. И, соответственно, я бы, вот, наверное, на это бы и обратил ваше внимание. Вас интересует, почему вы злитесь? На мой взгляд, это вопрос некорректный. На мой взгляд, куда более интересным является то, не то, вот, почему вы злитесь. На мой взгляд, куда более интересным является то, что вы называете себя пассивным человеком. Вот. Вы называете себя пассивным человеком, но при этом как будто бы. Как будто бы при этом принимаете то, что вы пассивным. И как будто бы ничего, с этим ничего особо не, ну, не делаете. То есть как будто бы вы, ну, оставляете, что ли, это просто. И всё. Ну, может быть, может быть вам сейчас пришло время пересмотреть свою позицию. Может быть вам сейчас пришло время наконец-то стать более активным. И здесь, как вы понимаете, встает вопрос о том, что может вам мешать. Что может вам мешать быть более активным в плане защиты своих личных границ. Я бы сказал в качестве предположения, что может быть, я повторюсь, может быть, речь идет о том, что вам страшный конфликт. То есть я бы предположил, что вы боитесь конфликтов. Я бы сделал такое предположение, что вы боитесь конфликтов. Естественно, наверняка я не знаю, как обстоят дела. Может быть, я ошибаюсь, может быть, я не прав. Но на данный момент мне видится это именно под таким углом. То есть мне видится это именно под углом того, что вот вы боитесь конфликтов. Вам кажется, что если вы, ну, грубо говоря, заострите на этом свое внимание, да, то есть если вы как-то будете делать на этом акцент, то случится конфликт и конфликт вам, ну, по вашему мнению, например, ничего хорошего не принесет. Поэтому здесь вот, на мой скромный взгляд, нужно вот этот аспект поисследовать. То есть, страшен ли вам конфликт, если страшен, боитесь ли вы конфликтов? Если да, если боитесь, то с чем это связано с то, что вы боитесь? Ну, то, что вы вот можете бояться конфликтов, например. Вот. На мой взгляд, на мой взгляд, это вот один из ключевых моментов, на которые вам нужно обратить свое внимание сейчас. Сейчас, как мне кажется, сейчас, как мне это видится, это вы себе, так скажем, подавляете, подавляете вы это в себе, ну, довольно сильно, на мой взгляд. То есть, вот это вот те вещи, на которые я бы в целом обратил бы ваше внимание. На данный момент, по крайней мере. Вот. А дальше уже как-то смотрел бы в сторону того, что можно сделать, то есть, какую коррекцию проводить, да, и так далее. То есть, пока что ваш вопрос, к моему большому сожалению, этот вопрос исключительно такой абстрактный. Вот. Это исключительно такая вот абстрактная сейчас история, абстрактная ситуация без, так скажем, ну, без привязки, конкретной привязки к вам, к вашей проблематике. То есть, вы по сути прямым текстом говорите, что вас волнует больше причина, то есть, вас волнует больше то, ну, как бы, почему. Вас больше волнует, почему. А нас больше волнует, эээ, как. Вот. То есть, нас больше волнует не почему, а как, потому что, потому что почему, на взгляд, например, мой и всех специалистов школы, в которой я себя отношу, почему это худший, худший вопрос, который вы можете себе задать, потому что, ну, как бы, вы найдете ответ, ну, вот. А что это даст вам и что это решит для вас, это, вот, как раз история, эээ, совершенно, я бы сказал, эээ, непонятная здесь, в том смысле, что, эээ, может быть, очень все по-разному, вот. Поэтому я бы не пытался, эээ, искать ответ на вопрос, почему. Я бы скорее просто исследовал, эээ, вы, ваше состояние, в котором вы находитесь, я бы исследовал то, как вы в нем оказываетесь, я бы исследовал то, чего вам хочется в, эээ, ну, вот, непосредственно, да, в, эээ, непосредственно в, эээ, в состоянии пассивности и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, и это помимо того, помимо того, эээ, что, как мне кажется, эээ, вы, эээ, ну, дорожите вещами не случайно, то есть не случайно, не случайно вы, эээ, вот, эээ, так, зависите от вещей. А это может быть связано с тем, что вы, эээ, посредством вещей пытаетесь себя реализовать, но при этом, эээ, все равно, эээ, вот, в какой-то степени, эээ, себя обесцениваете. Вот. Это довольно тонкий момент, здесь, эээ, я с вами, эээ, ну, могу согласиться в том, что может это быть не совсем сейчас для вас, понятно, но, тем не менее, на это нужно обратить внимание, потому что это может составлять, эээ, ни много ни мало вашу проблематику. Эээ, дабы мы здесь, ээээ, с вами не занимались, ээээ, какой-то демагогией. Вот. На этом всё, я надеюсь, что мой ответ был вам, был вам интересен, я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Ээээ, я желаю вам, ээээ, всего самого доброго и удачи. Я вам, ээээ, буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. То есть, иными словами, эээ, вы сможете, эээ, если сформулируете обратную связь, вы сможете, эээээ, ну, также сформулировать и базовые постулаты для дальнейшей работы с психологом. Вот. Естественно, если такое желание у вас наличествует. Эээ, потому что, ну, я надеюсь, вот, я надеюсь, вы понимаете, эээ, я надеюсь, надеюсь, вы понимаете, что самостоятельно вам не разрешить эту проблему. То есть, я надеюсь, что вы понимаете, эээ, важность обращения меня к специалисту, эээ, для решения тех трудностей, которые вы, которые вы испытываете. Эээ, на этом всё. Я надеюсь, ээээ, что дал вам пищу для размышлений. Ээээ, всего вам самого доброго. Удачи. 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 Удачи.